Добрый вечер! Я Виталий, в городе Баев. Значит, настроение... Сегодня суббота, настроение у меня сегодня ужасное. После этих всех новостей насчет Винницы, Николаева, Днепра... Это просто какой-то ужас. Я просто не могу это все слышать, смотреть и вообще, я не знаю, сколько весь мир будет на это смотреть, нам сочувствовать. И просто они помогают нам бороться с этим чудовищем, с этим террористом, с этим фашистом, с этой страной, агрессором фашистов и террористов. Сколько еще должно быть смертей, детей, людей, сколько городов должно быть уничтожено. Я вообще не могу себе этого представить. Что это вообще происходит? Это видео с Днепра, когда я смотрела на эти взрывы в Днепре. Это вообще как боевик. Я смотрю и я не понимаю, я не верю в своем глазах. Вот просто все взрывается, люди бегут, все кричат. Ну это жесть какая-то. Винница. Винница. Сколько людей погибло, деток погибло. Людей, вот центр города, люди, ну, ни сном, ни духом, да, шли. Это вообще жесть какая-то. Ну, я не могу у меня найти даже слова подходящие, чтобы эту эмоцию выразить. У меня просто вот так все кипит, бурлит. Я когда начинаю за это думать, представлять себе весь этот дух же. А что там представлять? Ну, стоять в интернете, бери, смотри. Сегодня взрывы в Одессе, в центре города, там какой-то склад или что. Ну, вот как это можно все смотреть? Я себя вот насильно сейчас как бы подняла с кровати, вывела себя, потому что я уже не могу жить в этой депрессии. Вот 4 месяца или 5 месяцев я уже живу в этой депрессии, нескончаемая, непрекращаемая. Ну, я не могу расслабиться ни на минуту, я уже выехала из страны, я все равно читаю эти новости, мне все равно колбасит и так далее. Ну, это же тоже до добра не доведет вот это состояние, а. Я настолько переживаю эту всю боль, что я не могу, боль своей страны, своих граждан. В общем, я себя сейчас насильно вытащила и попытаюсь сейчас вам что-то показать. Центр города, сейчас пройдемся по пешей улице, я вам что-то покажу. Сейчас вечер, часов 7 вечера, там плюс минус. Мы походим, я чуть-чуть сама отвлекусь и, возможно, вас отвлекусь. Все, погнали, походим. Сейчас мы возле ЖД вокзала. Вот смотрите, какой тут красивый фонтан, да. Вот эти вот пальмы, фонтаны, оно все на солнышке переливается, очень красиво смотрится. И все, что вот как бы по вот эту сторону ЖД вокзала, это считается центр. Тут вот несколько таких улиц, они все как бы пешие, они все там магазины, кафе, рестораны. Мы сейчас как бы по одной из них так пройдемся, чтобы приблизительно вы понимали, как оно, что выглядит. А я вам расскажу еще о своих как бы наблюдениях. Я тут все-таки уже 10 дней и расскажу вам, что я тут как бы увидела, узнала и так далее. Вот, начинается такая пешая улица. Видите, везде кафе, тут прям узенький проходик между этими. Кафе, скамеечки вот такие вот стоят и магазинчики, и магазины. Днем можно было снять, но днем тут нету людей, потому что жарко еще. Не, ну есть, но не в таком количестве. Поэтому я решила все это. Вечер, это вроде бы время, может съемка не такая яркая, но вечер это время как раз для съемки вот этого, для съемки города. Темновато, да, прям вообще. Я сама смотрю, думаю, как-то темно. Мы заходим в такой парк. Это красивый парк. Тут такие растут красивые он, как бы деревья, там кустарники, я не знаю, с цветами, пальмы. Ну, центральная аллея, она просто как аллея, а вот эти вот мне нравятся зоны. Давайте вот так боком пройдемся. Как говорят наши люди, называют этот парк, сквер, парк Зарабичан. Ну, в смысле, чего Зарабичан? Потому что наши люди, когда приезжают в Италию на заработки, в основном они тут какую работу находят? Прибиральницами, або, ну, це є така работа, або іншої немає. Або смотреть за людьми похилого віку. Вот. И они и живут в этих семьях, как бы. Там, где они работают, там они и живут. И вот у них есть выходные, четверг и воскресенье, по-моему, или только четверг. Ну, четверг, это точно четверг. Вот. Четверг, выходной. И что, как бы, они там живут, как... И не выходят оттуда. Просто работают 24 на 7. Вот. Ну, если не работают, то они там все равно, ну, как бы, должны быть. Все. Они... Они там, короче, на месте своей работы. Там, где живут, там и не выходят оттуда. А в четверг, там погода-непогода, все, у тебя выходной, ты обязан выйти и пойти. Хочешь ты, не хочешь. И вот, значит, каждый четверг сюда приходит очень много зарубичан. Они тут сидят, может, там тусуются, общаются, не знаю. В общем, так этот сквер называют, шутку или парк, как его назвать правильно, парк, да? Парком зарубичан. Ну, это такое, это ж. Вот, фонтан такой, ну, красивый, красивый сквер. Он против солнца. И там здание красивое. Вон, смотрите, где фонтан, а потом отсвечивалось. Все красиво. Людей много. Я же говорю, что центр, сейчас все гуляют, заранее немножко спала. Вот, поэтому хорошо. Так, на что, что тут, какая особенность Виталий в ихних, там, нормах, правилах работы и так далее? Значит, смотрите. У них с часу до пяти, если кто не знает, может, кто знает, я, например, первый раз в Виталии, поэтому я этого всего не знала. То, что я узнаю, я буду рассказывать и вам. С часу до пяти у них никто не работает. У них обеденный перерыв. Все. Все закрыто. Ну, некоторые, может, очень там маленькие какие-то магазины, которые и так неприбыльные. Вот, или маленькие кафешки, которые тоже, как бы, тут там... Виталия. Неприбыльные. То этот... То они, может, и открыты. А так все закрыто. У них обед. А что обед? Потому что жарко, жара. Они не могут в жаре работать. А жара, тут такая жара, как бы, ничуть не больше, чем у нас в Украине. Я не знаю, те же 30-32 градуса, 28. Ну, мы в Украине в 40 работали. Ну, как бы, тут нет. Потом у них есть такие правила насчет мусора. Мусор вот в контейнере, вот такой вот, ну, пищевые отходы. Его тоже целый день не выносят. Только можно выносить после 6 вечера. Потому что жарко, потому что он дает запах, там, я не знаю, как там разлагается, как правильно назвать. Вот. Только... И штрафы, за все штрафы. То есть, и даже вот я спрашивала у своей подружки, я говорю, а что, ну, как бы, реально, может, полиция тебя увидит, ну, то, что штрафы-то реально получить? Она говорит, да, меня штрафовали. Сидели полицейские в машине, они притворялись влюбленной парой, сидели в гражданской одежде. Говорит, я выбросила мусор, идя на работу, там, в полдевятого утра. Они вышли, все, каждый обязан носить с собой документы. И если... И тебе вот все, выписывают штрафы. А если ты без документов, то тебя забирают в участок. И там поддуло выяснение личности. Вот так. А штраф, если ты не заплатишь, то там идет, проходит время, есть какие-то сроки погашения штрафа. Если ты его не заплатил, то он тогда идет вдвойне. Короче, там целая система, и оно работает. Ну, зато с преступностью тут получается, что, наверное, все силы полиции брошены для того, чтобы, как бы, выявлять вот эти случаи нарушения таких каких-то мелких, как сказать, бытовых или каких-то нарушений. А получается, а преступность, то что тут вырывают сумки, тырят вещи, я не знаю, разбивают стекла в машинах, тырят сами машины или там то, что в них есть. Как бы мы уже тоже за мои несколько дней тут пребывания, как бы, как сказать, стала невольным свидетелем подобного происшествия. Смотрите мои видео, и вы это увидите, что было. Вот. Вот так. Смотрите мои видео. Смотрите мои видео. тут еще ну как бы параллельные улички они тоже все с магазинами с кафешками все вот это но это получается я так понимаю что это как бы самое центральное вот эти вот по бокам там и тоже тоже такого такого плана такого типа обратите внимание кстати вот тут в центре вот эти вот улицы перпендикулярно что едут машины то там деревья эти растут до какие-то цветочками вот эти красиво а вообще тут виталий вот чуть даже там шаха центре в общем по дорогах деревья не растут вдоль дороги деревья не растут очень мало зелени очень мало травы только там парки какие-то они может маленькие скверики которые ограждены и там стоит одно какое-то деревце и до квадратных метра травы вообще катастрофа для собак и есть такая еще штука как не знаю как это прилично будет об этом говорить видео и так далее когда это вроде снимаю красоту показываю в общем на улицах там как бы в спальных районах или что за запах мочи вот есть запах мочи потому что очень много тут собачек наверное не в каждой семье живут собачки и то что они гадят просто на асфальт не в землю а на асфальт и то что тут вот как бы дожди не так часто и это просто вот эту плиточку это все надо мыть чем-то поливать и никто этого не делал и вот оно воняет воняет все мочу вот за собачками какашки их нужно убирать если ты не убрал какашки и тебя как бы тоже поймала полиция то это штраф потому что опять таки тут нету зеленых зон как у нас в украине что она пошла где-то глубоко в траву это органическое удобрение то там ничего страшно но не 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 хотя я тоже думаю что у нас даже в траве надо убирать но то такое там моё субъективное мнение закона такого нет поэтому поэтому вот так вот сейчас мы пройдемся по вот это еще площади перпендикулярно она тоже вот там выходили на набережную вы помните этот театр от которого начинается набережная сейчас я тут чуть-чуть вас вам покажу и тоже расскажу покажу в общем пошлите в общем насчет собачьих какашек тоже поняли да что их надо убирать если вы приедете но это наверно во всей европе не только виталий но виталий наверно особенно потому что тут нету я же говорю травки нету земли где бы собачки могли сходить то ли значит там мы были до идем в эту сторону а ну как за солнцем против солнца против солнца нам надо идти в ту сторону да там старый город мы туда тоже пойдем вот эти старые города очень красивый старый город мы туда пойдем я не знаю в этом видео или нет пока я хочу пройтись по вот этой как бы площади и показать вам дальше тут еще замок есть хочу до него дойти мне нравится вот это здание и вот и вот это ложь и здание такое как зебра и она такое какое-то тоже фантастическое вы из камеру сильно это так смотрите ура украинян прапор это это полиция по-моему или это какая-то организация государственная ну вот украинян прапор дякуем за петры дякуем а только хотелось бы делать бы чтобы помогли нам уже закончить с этой войной потому что это это невыносимо что просто весь мир помог ну и нами так помогает весь мир поэтому я имею ввиду помог за конкретной борьбой конкретным уничтожением фашистов вот мы подошли здесь замок честно я не сильно знаю что это за замок вот экскурсовод только только работать экскурсоводом улица ой я забыла как называется замок ой даже не тоже забыла даже не знала ну окей давайте красиво да и тут так все ухожено выстрижены эти газончики ой красота ой красота тихо и тихо тогда класс красиво я таки не знаю я где-то как бы читала что в каком-то замке музей я не поймала спросить оксана это этот замок с музея везде какие-то государственные учреждения все с пропора мы их не мы все и все-таки огромные по своим размерам не то что там маленькое какое-то здание вот они так презентуют себя итальянцы очень даже презентация это немаловажно так сказать замок большой очень он длинный но с таким итальянским величием с итальянским размахом у них все такое большое я же говорю презентабельное вот они так все любят презентовать себя свою страну свое и видно это еще было с тех времен так сказать с древности потому что у них все вот такое вот размах размах чувствуется стрите ну вот как как не этой камера я не знаю я к вам показать чтоб вы поняли что саду же красивый замок вылядает уже классно потому что я иду просто снимаю получается стены входим а тут получается жилые дома прям прям возле замка напротив до балкончики выходят на замок прикольно да а тут возможно это старый город сейчас мы сюда и пойдем вот лично это старый город ой ну как тут красиво очень много в старом городе церквушек разных ну это я это как бы я не знаю так оно пишется церквушек тут ничего себе церквушек тут он такие храмы что церквушек храмов много очень они каждый по-своему очень красиво если туда можно заходить в середину и насладиться этой красотой то это насладиться этой красотой то это извините вот вот раз мы сверху у Там, где я была, в каких городах тут рядом? Те, что я покатывала даже у себя на канале. Ну, в итальянских городах я имею в виду. Вот везде есть такие свои старые города, которые являются исторической достопримечательностью. Так работает туризм по-итальянски. Все, тут все время люди, все время дверь, все время экскурсии, все время гости. Вон на крыше какой-то ресторан, не знаю, рабочий или нет. Понимаю, что ресторан слепая, вижу цветы. Ну, тут очень много машин. Еще эти мотоциклисты. А еще, что я хотела сказать насчет Италии. Мои наблюдения. Мотоциклисты летают, вообще скорость, ну, это просто жесть какая-то. Машины тоже, как бы не все водители соблюдают правила дорожного движения. Вот просто тупо, даже в центре города, они тупо едут на красную. Ну, некоторые, не знаю. Некоторые. Представьте, зеленый свет, я иду по зебре. Ну, это не единичный случай, что там кто-то проезжает. А мотоциклисты, скорость, вообще, сегодня один ехал на мотоцикле по дороге, у него, он ехал только на заднем колесе, как бы. Вот так, на дыбу поставил мотоцикл и ехал. Это у них, я не знаю, такая развлекалка, шутся у них такая, как это называется. Поэтому я их боюсь. А тротуарчики в городе узенькие, как-то так идти, знаете, не сильно по ним. Боже, какая тут краса. Ой-ой-ой, щас. Конечно, я сбалована уже этими старыми городами. За вот эти вот 10 идей в Италии я видела, сколько 4 города уже старых. И как бы сегодня, или потому что у меня такое настроение совсем, ну, ничего меня не радует. Я ко всему отношусь критически, потому что с этими подъемами в Украине не тот день. Но мне старый город Бари нравится менее всего. Не знаю. Ну, вот так. Что мне делать? Я, может, здесь еще раз побываю и изменю свое мнение. Первый раз, да, он мне очень понравился. Сейчас, после того, что я увидела другие, мне кажется, нет. Мне тут сейчас вообще было страшно. Вот этот вот краник с водой, как-то оно тут тоже что-то типа святое, святая вода какая-то. Не знаю точно этому объяснение, но что-то есть в этом. На этом столбе вроде как распинали людей. Такая вот есть легенда или правда, или не знаю. Я увидела детей, играющих в футбол. И вспомнила, как я шла по улице Италии и увидела, когда детки играли в футбол возле проезжей части, когда у них все время мяч вылетал на дорогу. Это было нечто. Я это там кусочек какой-то засняла. Я попробовала найти в своей галерее это видео и вставить его сюда. Смотрите видео, снятое несколько дней назад, про детей, играющих в футбол на улице Италии. Италия, Бари, дети итальянцы играют в футбол. Ворота – это стеклянная дверь подъезда. Вот дорога, по которой вовсю мотаются автомобили. Мяч постоянно вылетает на дорогу, и они под авто бегут за мячом. Вот сейчас. Сейчас это у них был перекус, передышка. Сейчас они разогреются, разогреются. И начнется матч. Будет лупашить поворотов. Вратарь в очках. Уже нет шанса целить этим дверем. Давай. Смотрите. Опа. Есть. Посмотрите, движ, движ. На дороге. А Мяк все время вылетает. Это начало снимать, он не летит. А так он постоянно вылетал. Мяк под машину. Бежит, бежит. Ой, я не могу. Игра. Вратарь все нормально. Держит, защищает ворота. Все, мы пошли. Пацаны молодцы. Команда. Они же, итальянцы, они же классно играют. Так вот это они, почему? Потому что они научились лавировать между машин. Все. Так, а мы продолжаем дальше свою прогулку вечернюю. Мы пришли за мороженое. Ой, какие вкусности тут. Смачно. А вот там. А мороженое сейчас покажу. Я беру манго, беру вот это вишня. И беру вот это вот с орешками. Вон, вот это первое там слоями калимита. Потому что я кофейная что-то не хочу. Шоколадная. Тут много кофейного. Хочу фруктовое. И вот 2 евро. Ой, 2,50 и 3. 2 шарика 2,50 евро и 3 шарика 3 евро. А вот. И по 3 евро. О, какое мое. Ничего себе! Эка краса! Вот это да! Класс! Все смачно! Тает, надо кушать. Поднялась вот по такой лестнице. Узенький проход, узенькая лестница. Тут этих ресторанов идет. И как всегда, все воняет ночью. Ой, зато какой красивый вид! Вот куда я пришла, откуда я начинала свое первое видео. Вы помните, с такой смотровой площадки? Боже, какая прелесть! Бомба! Виды красивые, конечно. Вообще потрясающие, потрясающие. Вот эта площадь, вот этот верх, гораздо красивее старого города. Красиво! Красиво! Вот тут мне очень нравится! Просто вообще! Смотрите, какой, ой, боже! Пальма, это море и закат на закате. Еще парусник вон там, ой! Вот это да! Ой, вот это красота-то! Так, вот это вот базилика святого Николая. Сейчас нам надо найти вход. О, боже! Это известная, называется базилика, да? Я бы сказала об охране. Правильно, значит, говорить базилика святого Николая, которая тут же как бы мощи, да, вроде святого Николая. В общем-то, этот бар и известен, что тут сюда приезжают святого Николая и так далее. Боже, тут, конечно, величие такое. Обалдеть! В общем, хочу помолиться за Украину. Продолжение следует... 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 Вот Ну и в основной поток Сейчас вы видели, что на набережной творится Там реально и сидят, и лежат Ну, потому что днём действительно жарко А на вечер всем хочется Возле воды там Подышать воздухом А вообще красиво, конечно, как оно горит Вот эта подсветочка на домах Вот, например, угол Красиво Ну, видите, всё закрыто До пяти пообедали После пяти-два часа Попродавали Всё, лавочка закрыта Оп, работяги Ой, я не могу Я же рассказывала, что я люблю шаурму И Арсана, ещё будучи в Одессе Я говорю, ага, я шаурму пошла кучать Я шаурму пошла кучать Так она говорит, ну приезжай в Виталию У нас есть греческая шаурма Она там супер вкусная И сейчас она говорит, зачем тебе это пицца Мы ещё пиццу попробуем Давай сейчас дадём вот эту вот пиццу Давай, мы так вот пришли сюда Тут нет Значит, наверное, что-то сочненько Всё ждём Питагирус Питагирус Вот так, как Санка кушает тоже Питагирус Для пива лёд и лимончик Питагирус Питагирус Бомба Кушаем Питагирус стоит почти 5 евро 4,90 Один питагирус Кока-кола стоит маленькая 2 евро Пиво маленькое 0,33 евро И по 2 евро За посадку Два человека 4 гривна В кафе берётся За посадку По 2 евро Итого 18,80 Вот какая подсветка красивая Смотрите, я вышла всё-таки На центральную улицу Потому что мне по той скучно Вот мы с вами прошлись По вечернему баре Показала центральную улицу Показала старый город Не побывали в церкви Святого Николая Я там ещё тоже не была Мотоцикл показываешь Огромко едет Я там ещё тоже не была Но я думаю, что Завтра, послезавтра Я обязательно туда скажу Мне есть что сказать Святому Николаю Мне есть то О чём его попросить Относительно Украины Всё будет Украина Я всему впевнена Но какой ценой За это душа болит Какой ценой То, что мы Вот это вот Помните, я вам говорила Когда мы были В Альбарабелла Там была женщина С Беларуси Которая нам немножко Укатала дорогу На старый город Она говорит А Украина Она уже и так победила Вы же это понимаете Говорит Тут, когда это закончится Как бы война Вот это Убийства эти Когда закончатся Вопрос в этом А в победе Тут даже не обсуждается Вы уже победите И мы это все прекрасно понимаем Что мы победим Ну, однозначно Потому что Ещё такого в мире Не было Чтобы террорист Повсюг побеждал Вот Просто какой ценой Вот в этом вопрос Хочется, чтобы цена была Минимальная А время идёт Жаль всё прибавляется Разрушение всё прибавляется Вот это Вот Ну, в общем, всё Всем хорошего просмотра Всё будет Украина Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok